Приветствую вас, и прочитал ваше сообщение, точнее не вопрос, а такое вот именно сообщение, вот, и подумал о том, что, ну вот, вы не воздавали их, у вас до сих пор нет как-то ни одного ответа, вот, потому что надо ответить, потому что видеть, что вы находитесь в довольно тяжелом эмоциональном состоянии, вот. Ну, давайте для начала вы успокоитесь и для себя определите одну важную вещь, что если вы больше не можете, так, правда, как так, не очень понятно, но ладно. Если вы чувствуете, что ваши силы на исходе, опять же, силы для чего, зачем вам нужны эти силы, кто определил за вас, на что вам тратить силы, и так далее, и так далее. Вот, давайте определите, на все одно, что вы не туда идете. То есть, вот вы выбрали не свой путь, вы идете вот не тем направлением жизни, которым надо быть, которым нужно быть. Вы идете об этом выбранным неверно. Либо руководствуясь страхом, либо руководствуясь сомнением и неуверенностью в себе, и так далее. Вот. Значит, когда вы говорите, что вам ужасно внутренне, вы тем самым себя зелеете. Желее себя, вы, по сути дела, еще глубже погружаетесь в эту вот пучину, скажем так, в пучину того состояния, которое у вас есть сейчас, и это вам ничего не принесет. Вы говорите, никто не помогает вам. Обсегда невольный вопрос. А что, кто-то должен? Почему вы считаете, что вам кто-то должен помогать? Почему вы не считаете для себя возможным, необходимым и единственным правильным нести ответственность за свою жизнь самостоятельно? Почему вы надеетесь на помощь других людей, у которых, между прочим, есть тоже свои проблемы? И свои проблемы у людей, ну, по крайней мере, по крайней мере для них, довольно сложные, довольно тяжелые. Вы стараетесь брать ответственность на себя, на свою жизнь. Вы не стараетесь смутятельно отвечать за свои поступки, за свои слова, свои действия. Вы не стараетесь смутятельно контролировать свою жизнь, не ждать, пока кто-то ее за вас проконтролирует, не ждать, пока кто-то поможет вам. Потому что еще раз, помогать вам никто не должен. Но это ваша жизнь, и вам ее нужно проконтролировать так, как вы хотите. И вопросы заключаются в том, для начала, как вы хотите ее проконтролировать? Вы говорите, я так больше не могу. А как вы можете? Я так больше не хочу. А как вы хотите? Вам не нравится. А что вам нравится? Вот нужно совершить переход от того, что вам не нравится, и от того, что вы живете в том, что вам не нравится. Переход к тому, что вам нравится. И от стремления к тому, что вам нравится. И тогда Василий начнёт кардинально меняться. Естественно, на этом есть определённые препятствия. Естественно, на пути к этому есть определённые блоки. Вот так. Именно потому что есть блоки, есть мы, психологи, которые помогают этим блокам преодолевать, которые помогают лучше себя осознавать и так далее, и так далее. Обращайтесь, выбирайте эксперта и работайте с ним по своим проблемам. Но за основу возьмите именно это, то, что я Вам сказал. При этом всё. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то дополнительные вопросы у Вас остались, пишите в личку. Помогу, если Вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю Вам всего-всего-всего самого доброго, удачи и успешного разрешения Вашей данной ситуации. Надеюсь, что всё будет хорошо. Продолжение следует...